На запорожских базарах будут созданы торгово-закупочные предприятия. К такому решению специалисты пришли после рассмотрения ценовой ситуации на продовольственных рынках региона. По информации Управления развития предпринимательства Горсовета, за прошлую неделю снизились цены на картофель, капусту, морковь и лук. Незначительное увеличение зафиксировано на сахар, гречку и пшено. Правда, существующая методология и организация процесса вызвала замечание председателя облгосадминистрации. Реальной численности людей, которые были бы вам подчинены и которые бы объективно могли снимать ситуацию на всем сегменте продовольственного рынка, нет. Это все больше любительская основа. Правильно? Да, да. Все. Первый пункт, Александр Александрович, это создавайте структуру, которая будет подчинена вам и которая будет реально мониторить ситуацию на продовольственном рынке. Колебания цен на рынке связывают с сокращением производства отдельных видов продукции, дождливой погодой и недосбором урожая. Александр Пиклушенко видит выход из ситуации не в констатации фактов, а в деятельной работе. Торгово-закупочные предприятия на рынках есть? Торгово-закупочные предприятия на рынках нет. Вот, Александр Чинсанович, задача номер 1А. Создавать торгово-закупочные предприятия, которые должны проводить интервенцию товарную с тем, чтобы меминизировать цены. Оно не должно быть прибыльным, сверхприбыльным. Его задача – это паритет цен. На создание торгово-закупочных предприятий городским властям отпущено 3 месяца. И уже сейчас руководитель региона поставил задачу подготовить рынки к возможному гололеду. В таких условиях главное, чтобы покупатель смог добраться до базара, а продавец мог работать, считает Александр Пиклушенко. Продолжение следует...